Всем привет! У нас сегодня будет очень интересное интервью. Я знаю, как мои читатели и зрители любят смотреть подобные интервью, любят слушать истории до и после. Не просто посмотреть на фото, а увидеть реальных людей, которые действительно прошли свой путь в снижении веса и смогли изменить не только свое тело, но и жизнь к лучшему. И сегодня у меня в гостях Александра. Саша, привет! Привет! Очень рада увидеть тебя лично. Обычно мы работаем в переписке, в чатах, а тут есть возможность познакомиться. Расскажи немножко о себе. Мне 45 лет, исполнилось очень недавно. Я мама двух сыновей, взрослых, и три недели назад я стала бабушкой. Вау! Поздравляю! Спасибо! Чему мы очень все рады. Я живу в Германии уже 27 лет. Работаю воспитателем в детском саду, а по выходным иногда работаю ведущей праздников. Ой, какая... Возвращение, праздник и всего остального. Класс, супер! Расскажи немножко о своем максимальном весе. Вот всегда спрашиваю, какой же был максимальный? Потому что сейчас, глядя на тебя, не скажу, что когда-то... Нет, сейчас нет. Самый максимальный вес вообще вот как... У меня был почти 69 килограмм. А рост какой? 68,8. Это было буквально год назад, в октябре месяце. А рост какой у тебя? Метр шестьдесят два. Метр шестьдесят два. Угу. То есть для тебя это уже был лишний вес? Кто-то скажет, что что тут худеть-то. А для меня каждый килограмм был, это депрессия с каждым днем прибавлялась. Даже вот я себя и в 65 плохо чувствовала, и в 66, а когда было 68, это было все. Это для меня не хотелось смотреть на себя в зеркало, не хотелось что-то одевать. Депрессии были очень сильные, да. Вес набирался постепенно или в связи с чем-то, может быть, он резко вырос? Проблема была в том, что у меня проблемы с щитовидкой. И я это узнала... Я семь лет назад похудела очень сильно тоже. У меня было даже 56 килограмм. Семь лет назад, да. От 66 была, похудела на 10 килограмм на 56 килограмм. Тоже с помощью диетологов. А потом начала прибавлять, прибавлять, и не знала почему. Ходила так же, кушала так же, и ничего не помогала. Сидела на гречке две недели. Эфир, гречка, это был какой-то кошмар. И ничего не помогала, не уходила ни килограмма. И я уже не знала, что делать. А какой этап поставили по щитовидной железе? У меня, как это по-русски, сейчас скажу, пониженная функция. Гипотирез. Да, пониженная функция щитовидной. И длилась много лет, пока меня сбалансировали. Это не то, что тебе дали таблеточку, и всё наладилось. Нет, это постоянно таблеточки, это опять анализы. И вот года три длилась, пока мои анализы не пришли в норму. Когда правильно подобрали гормонотерапию. Да. И максимальный вес был 69. Почти 69 килограмм. Мы обязательно вот здесь прикрепим фотографию до, и обязательно... Обязательно. Мою спину, моя спина, это было что-то, когда я сделала фотографию, это... Какой вес сейчас? Сейчас у меня 59, да. 59 килограмм. Иногда я не знаю, 59. Это килограммчик у меня туда-сюда прыгает. Ещё раз скажи возраст. 45 лет. 45 лет. Вот, девчонки, вот многие пишут, ну как можно вернуться меньше 60 килограмм вести, когда тебе за 40? Вот яркий пример. Можно. Можно. Реально можно. Скажи, как ты ко мне пришла? А, вообще, вот у тебя был вес 69 килограмм. Вы по-любому что-то делала? Ведь не сидела же, скорее всего, действовала. Конечно, и пробовала. Опять же, гречка, кефир. Вот такой кефирный. Когда-то в лет 30 это помогало. Честно, вот посидишь на гречечке, и всё уходило за 3 дня 3 килограмма. Ну, после 35, потом с проблемой с щитовидкой, это уже не помогало. Не работало. Не работало. Не работало, абсолютно. Пробовала. Очень много чего. Испробовала все диеты мира. Всё. Ну, ничего не помогало. А потом как-то я нашла для себя Инстаграм, можно так сказать. Начала смотреть за многими блогерами, за той же Ольгой Малаховой. И вот в одном как-то интервью она сказала, что ты помогаешь ей худеть. И дала скрин такой на твою страничку. И я вот вышла через неё на тебя. Ага. Вот так мы и познакомились. Слава Богу за Инстаграм. Хорошо. А на какой проект на первый ты пришла? На марафон или нет? Ешь учись, да, Ешь учись худей на 18-й. Это было ровно год назад. 21 октября, да. Верно. Ты знаешь, вот часто такой вот вопрос задаю о том, что, наверное, сподвигло взять и пойти. Потому что очень много людей приходят на первую неделю, смотрят. Один раз смотрят на первую неделю. Потом месяц проходит, они опять приходят на первую неделю. Или я понимаю, что человек вот что-то не решается. Либо как бы мотивации нет ещё, да, либо не дошёл до точки кипения. Вот. Или там сказать, у каждого, знаешь, есть своё дно. Да. Дошёл до своего дна и всё. И понимаешь, больше так жизнь продолжаться не может. А что для тебя было вот, наверное, той отправной точкой, когда ты сказала, всё, я больше не буду откладывать. Вот сейчас вот это сделаю. Когда я увидела свою спину, как говорится. Слушай, когда я увидела-то, мы обычно там видим, ну, переднюю часть тела, когда я увидела свою спину. Нет, было такое ещё задание у тебя на марафоне, да, сфотографироваться. Понятно. Я, кстати, сейчас прочитывала, какие я себе цели ставила, сколько я вешу. И вот это вот после, у тебя первая неделя всегда была бесплатная, да. Да. И вот на этой первой неделе я уже почти килограмм скинула. Причём мы ещё программу питания-то не поняли. Да, мы ещё без килограммы, и я уже поняла, ага, работает, значит, надо идти дальше. Раз я мучила себя столько времени и столько голодала, и у меня не получалось скинуть килограмма, а тут я ем. Я ела много, и у меня получилось, как говорится, килограмм похудеть. Это было уже что-то, да. А с какими сложностями столкнулась при снижении ест? С сложностями. Когда вот ты ведёшь праздники, и выносят такой красивый торт. Я представляю. Или свадебный, или, ну, они все красивые и вкусные, а тебе нельзя это кушать. Ну да, у тебя есть, конечно, что кушать, и много всего. Но, да, сладкого там, сладкому там не мерз. Ну, первые две недели, вот эти вот четыре недели, вот, конечно, сладкое было запрещено нам кушать, да. Ну, запрещено. Мы просто его отложили. Мы просто придерживались, да, что мы не кушали сладкого, да. И что помогало вот выдержать? Вот не сказать, ай, ещё один кусочек, а завтра опять начну. Что в такие моменты? Было жалко своё время и свой труд. Да. Я думала, если я вот сейчас съем, ну, и всё, что ты делала до этого, ну, зачем? Потерпи ещё немножко, когда не придёт время, что ты сможешь себе это позволить. Вот это сразу вопрос. Сейчас сможешь себе позволить? Да. И как вес? Держится. Держится. Не реагирует. Даже вот, позволяю, держится. Что сделает для себя полезного вот за эти пять недель? Вот кроме того, что снизила вес, я всегда говорю, что что-то потеряла, да, потеряла конкретно там сколько-то килограмм, и сейчас уже мы говорим про 10 килограмм. А что приобрела за пять недель программы? За эти пять недель, вот, имею в виду, за первый курс. Да, да. У меня была цель скинуть 4 килограмма, вот, была моя цель первые тогда, вот, на первые пять недель, и хотела залезть в свои любимые брюки, да, и у меня это получилось. Я была очень рада этому, конечно, да. Обучение легко далось? Да. Успевала всё очень понятно? Успевала с работой с занятыми выходными? Успевала всё просмотреть? Абсолютно всё успевала посмотреть, успевала всё приготовить, к друзьям ходила со своими торбочками, с едой, они там сидят, своё кушают, а я своё, и они все привыкли. Класс. Слушай, вот, во сколько ты приходишь домой с работы? С работы я прихожу в пять часов. В пять часов, да. То есть время было ежедневно приготовить себе на завтра? Потому что тоже частый вопрос, когда я буду себе готовить, если я работаю. Без проблем. И даже на работе, например, все коллеги завтракают полдесятого. Для меня это уже поздно, потому что раньше я тоже так делала, но мне надо позавтракать восемь. Но что я делала? Я брала завтрак, была у всех своих детишек, которые там были, и сейчас же так делаю. Так, кто хочет сейчас завтракать, все идём завтракать. Мы садились и все завтракали. Привыкли мои коллеги, привыкли мои родители, привыкли мои дети. Всё. И до сих пор, вот уже целый год мы завтракаем восемь часов. Вот так вот. Вот одно изменение в коллективе привело весь коллектив к таким полезным изменениям. И моя коллега с помощью тебя тоже похудела, смотря на меня, тоже похудела на 10 килограмм и сделала твою программу тоже. Вау, вот вообще прям безумно приятно. Ей привет огромный. Хорошо. Знаешь, вот ушло 10 килограмм. А что пришло... Ну, как изменилась твоя жизнь после того, как ты похудела? Ну вот кроме там любимых брюк, вот что изменилось? Красивая спина стала тебе? Спина красивая, да? Фотографию я потом поставлю где-то и после. Да, спина стала красивая. Потом, что изменилось? Я с удовольствием смотрю на себя в зеркало. Да, я с удовольствием одела первый раз за всё своё, вот сколько я живу в Германии, одела короткий топик такой с шортиками в отпуске летом. Первый раз, никогда себе этого не позволяло почему-то. То есть, знаешь, вот это даже здесь вопрос, даже не просто размера, там что топик, там красиво сел, а здесь вопрос самоуверенности, которая выросла, да, которая выросла, потому что ты теперь, тебе нравится это заражение, тебе нравится, как ты выглядишь, значит, ты с удовольствием это можешь показать и продемонстрировать. Это очень круто. То есть, видите, ну вот, о чём хочу сказать, что снижение веса это не просто эстетика, потому что многие думают, что, ну, подумаешь, там, не сильно там всем нужно быть там в весе, там, не знаю, ну, в размере 46-м или 48-м. Естественно, я тут тоже говорю о том, что у каждого свой любимый размер одежды, свой любимый вес, но самооценка всё-таки напрямую связана с тем, насколько мы себя воспринимаем, насколько мы себе нравимся в зеркале, это очень важно. И после... Очень часто видно, как женщины постепенно действительно начинают набирать вес, это, ну, это так заложено природой, это у нас, к сожалению, это так, и они постепенно начинают вот просто, как говорят, обабилась. Обабилась не потому, что ей стало 40 там или 45 или 50, а потому что она сама себя это натянула, она одевает какие-то бесформенную одежду, начинает всё себя скрывать это, прятать то, что ей не нравится, потому что ей это, прежде всего, не нравится это ей. Вот. И действительно, это очень важно, знаете, всё-таки в любом возрасте, не знаю, существенность, и всё-таки не обабиться, вот как бы там ни было, не обабиться. А для этого важно любить себя, а для этого надо быть довольной своим отражением. Самое главное любить себя, это самое-самое главное. Александра, что бы ты, наверное, пожелала бы или посоветовала бы тем, кто сейчас вот смотрит нас, всегда нас смотрят те, кто ещё не был, у нас, возможно, пытается похудеть с мыслью. Чего только думает о том, что вот начну с понедельника, что бы ты им, какой бы ты им совет дала бы? Во-первых, не ждать понедельников, начать любить себя, это самое главное, и браться за себя, не с понедельника, а прямо сейчас, и только тогда это получится. И не бояться, это очень-очень легко, и моя одна подруга тоже с тобой худела, Лариса, я очень многих уже с собой привела, можно так сказать, потому что они видят результаты, результаты налицо, и они видят, сколько я ела. А я ела так много, что иногда мне друзья говорили, как ты можешь столько есть и худеть, потому что я всегда ходила со своими торбочками к ним. Я говорю, да, представляете, я ем много, и я худею, чему я очень рада. И главное ещё режим, соблюдайте режим, вот что Света говорит, 4 часа между едой или 3,5, вот это самое главное, вот эти вот без всяких перекусов, 8, 12, 4 и 8. Само легко запомнить и очень легко поддерживать. Да, класс, я очень рада вообще, я очень благодарна тебе за это интервью, потому что нас смотрят разного возраста женщины, и старше, и моложе, и стройнее, да, и те, кто имеют более, ну, больше проблемы, да, с лишним весом, и я очень рада, что ты поделась своим опытом, вот, потому что действительно очень ценно. Иногда вот смотришь такие, не иногда, а всегда смотришь, когда такие видео, они всё равно мотивируют, они мотивируют встать, пойти и делать. Я очень рада, что у нас получилось, очень благодарна тебе за доверие, за то, что пришла. Очень благодарна тебе за то, что рекомендуешь меня своим близким, вот, и огромное тебе спасибо, я знаю точно, что вес мы удержим, вот я ещё сразу скажу нашим зрителям, что самое главное в похудении, это не просто похудеть, это не просто похудеть, это главное удержать. Кстати, вот ещё добавлю, 10 килограмм за какой период ты сбросила? 10 килограмм я сбросила уже к февралю месяца. К февралю месяца. Да, и эти 10 килограмм я удерживаю очень легко. Мы начали с ноября. С октября, ну да, к октябрь, конец октября. И так январь-февраль. Сейчас объясню, почему дольше, потому что я обычно говорю 3 месяца на 10 килограмм. У кого-то вес больше вначале, у кого-то меньше. И можно сказать, что у Александра был небольшой вес. Да, он был лишним для роста, но он был небольшой, поэтому он снижается более спокойно. Плюс ещё важным фактором это особенности здоровья щитовидной железы, что очень сильно тормозит процесс снижения веса. Но тем не менее мы действительно это смогли, потому что очень много женщин пишут о том, что просто вес стоит намертво, и ничего сделать не могу. Так вот, это яркий пример того, как можно похудеть, снизить вес, да, постройнеть в 45 лет. Как можно это сделать с особенностями здоровья, с пониженной функцией щитовидной железы, и при этом прекрасно выглядеть. Да, с удовольствием. Сокушать, да, и не сломать свой образ жизни просто до... Вот, я очень рада, и вообще очень рада была и поработать вместе, а также познакомиться и лично увидеться. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.